Китай Китай по-прежнему остается загадкой для жителей многих европейских стран. Не только потому, что Китай – мировая держава с быстро развивающейся экономикой, и не только потому, что это древнейшая из цивилизаций на Земле, скорее удивление вызывает мудрое сочетание старых традиций и быстрых перемен. Переплетаясь уникальным образом, современность и древность делают культуру великой страны необычайно востребованной. Особенный интерес вызывают упражнения традиционного цигуя, корни которого следует искать еще в I веке до н.э. Уникальные системы оздоровительных упражнений, дыхательно-медитативного тренинга, зародившиеся в Китае в глубокой древности, сменили много названий почти за тысячелетнюю историю своего существования. Самые древние из них – дао-ин, что в переводе с китайского означает «вводить ци» и «проводить его по каналам», тунна, что означает «вдох и выдох», ши-ци, что переводится как «питание ци», фу-ци, что переводится как «самодополнение через ци». Одно из последних названий, широко распространенное сегодня – цигун – достижение мастерства в управлении ци. В самом общем значении цигун – это система комплексной психофизической саморегуляции, основная цель которой – наладить правильную циркуляцию ци внутри организма. Однако конкретное содержание понятия цигун меняется в зависимости от контекста. В одном случае под цигун могут пониматься простейшие дыхательные упражнения, в другом – сложнейшие комплексы медитативных практик и особый тип духовного самовоспитания. Занятия цигун дают эффект только при регулярности и постепенном наращивании усилий. Как перерывы в занятиях, так и форсирование результатов пагубно отражаются на прогрессе занимающихся. Упражнения цигун настраивают тонкие энергетические механизмы функционирования организма человека, поэтому выполнять все предписания необходимо тщательно и осторожно. В Ниагоре Медиагрупп совместно со Всекитайской Ассоциацией Оздоровительного Цигун представляют вашему вниманию серию фильмов, в состав которых вошли лучшие методики лечебных, оздоровительно-терапевтических, дыхательно-медитативных комплексов упражнений из арсенала традиционной китайской медицины и систем цигун. При регулярной практике они способны оказать гармонизирующее воздействие на ваше тело и психику, укрепить здоровье и продлить жизнь на долгие годы. Предлагаемая вашему вниманию программа предназначена для улучшения работы органов чувств и развития экстрасенсорных способностей. Простота упражнений, представленных в программе, заключается в том, что они чрезвычайно доступны по своим движениям, требуют небольшой площадки для занятий, их можно практиковать даже в небольшой городской комнате и, самое главное, на первых этапах не требуют изучения сложных методов концентрации внимания. Следует отметить, что правильная позиция, спокойное дыхание и разумное расслабление тела уже сами по себе обеспечивают правильную циркуляцию ЦИ и мощный оздоровительный эффект. Расслабляем глаза и улучшаем зрение. Первое упражнение. Разотрите ладони друг от друга до появления тепла. Левой ладонью закройте правый глаз. Правой ладонью левый. Передайте энергию ЦИ и тепло ваших рук глазам. Затем указательным и средним пальцами обеих рук нежно надавите на глазные яблоки 20 раз. Субтитры создавал DimaTorzok Второе упражнение. Закройте глаза и выполните 9 вращений глазными яблоками слева направо и 9 вращений справа налево. Затем плотно зажмурьтесь и резко откройте глаза. Выполните упражнение 5 раз. Третье упражнение. Пальцами обеих рук выполните постукивание по голове. Движения производите от лба к затылку. Выполните упражнение 10 раз. Затем плотно зажмурьтесь на несколько секунд и резко откройте глаза. Выполните упражнение 10 раз. Пятое упражнение. С силой потрите кисти рук друг от друга до появления тепла. Ладонями проутюжьте глаза 5 раз, затем 2 раза легко надавите на них. Выполните упражнение 3-5 раз. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обостряем вкусовые рецепторы или упражнения для языка Первое упражнение Глубоко вдохните и лежите языком в верхнюю челюсть Медленно опустите кончик языка и выдохните Выполняйте упражнение в течение 2-3 минут Второе упражнение Пройдитесь языком по щечной поверхности зубов движениями вверх-вниз, слева направо и справа налево 18 раз Накопившуюся слюну не глотайте, а переходите сразу к третьему упражнению Третье упражнению. Слюной, выделившейся в ходе предыдущего упражнения для языка, ополосните рот 36 раз и проглотите ее в три приема. Затем мысленно, медленно проведите слюну вниз в область донтянь. Четвертое упражнение Сворачивайте язык трубочкой как можно сильнее. Когда появится слюна, сглатывайте ее. Выполните упражнение 10-15 раз Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Укрепляем зубы и десны Первое упражнение Закройте глаза, задержите дыхание и крепко сожмите зубы. Задержитесь на 20 секунд, расслабьте челюсть и выдохните. Выполните упражнение 5 раз Второе упражнение Утром или вечером щелкните сначала коренными зубами, потом передними, а затем левыми и правыми клыками. Щелкайте раздельно по 18 раз После каждой серии пощелкиваний пошевелите языком вокруг оснований зубов, по деснам и щекам. При выделении слюны несколько раз ополосните ею зубы, затем медленно проглотите. Третье упражнение В течение одной минуты массируйте языком десны, затем плотно зубы и надуйте щеки. Медленно сглотните выделившуюся слюну и повторите упражнение 9 раз. Четвертое упражнение Сконцентрируйтесь на каком-либо положительном моменте в вашей жизни и 36 раз щелкните верхними и нижними зубами. Ополосните зубы, выделившиеся слюной, и медленно сглотнув ее, направьте в область донтяни, расположенную на 5 см ниже пупка. Пятое упражнение При появлении зубной боли большим и указательным пальцами очень сильно надавите на точку хэгу, расположенную на тыльной стороне ладони в углублении между первой и второй пясными костями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улучшаем обоняние и лечим простудные заболевания. Первое упражнение Подушечками указательных пальцев надавите 36 раз на точки белю, расположенные между перегородкой и крыльями носа. Второе упражнение Подушечками указательных пальцев круговыми движениями помассируйте 36 раз точки инсян, расположенные по обеим сторонам от крыльев носа в боковой борозде. Затем большими пальцами разотрите область от точек инсян до точек цуанчжу, расположенных у внутренних концов бровей, движениями сверху вниз, пока крылья носа не станут горячими. Третье упражнение Подушечками средних пальцев разотрите точки инсян движениями сверху вниз до появления ощущения тепла. Четвертое упражнение Хорошо разотрите тыльные стороны больших пальцев. Затем плотно защемите ими с двух сторон нос и потрите его 18 раз, ориентируясь на точки инсян. Пятое упражнение Глубоко вдохните носом, задержите дыхание, выдохните ртом. Затем указательным и большим пальцами энергично помассируйте крылья носа движениями вверх-вниз, пока крылья носа не станут горячими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Улучшаем слух и лечим заболевания ушей. Первое упражнение Подушечками больших пальцев легко помассируйте задние поверхности ушей движениями вверх-вниз 49 раз. Затем ставьте кончики мизинцев в ушные проходы и 49 раз потрясите ими. После выполнения резким движением выдерните пальцы из ушей. Второе упражнение. Разотрите ладони друг от друга до появления тепла. Затем 49 раз потрите уши ладонями. Затем помассируйте указательными пальцами внешний край завитка ушной раковины до середины уха. Ставьте указательные пальцы в слуховой проход и резко выдерните. Выполните массаж внешнего края завитка ушной раковины с закрытием и открытием слухового прохода 5 раз. Третье упражнение. Сначала 18 раз разотрите уши ладонями движениями вверх-вниз. Затем плотно закройте ладонями уши, пальцы расположите на затылке и со скальзывающими движениями указательных пальцев со средних 24 раза энергично постучите по затылку. Четвертое упражнение. Закройте уши ладонями и выполните попеременно открывание и закрывание ушей 18-36 раз. Пятое упражнение. Расположите ладони на уши и движением вперед закройте уши ушными раковинами. При движении назад ушные раковины возвращайте в свое обычное положение. Движение вперед-назад считайте за один раз. Выполните упражнение 50 раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Развиваем экстрасенсорные способности. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая, голова макушной тянется вверх. Руки согнуты в локтях. Ладони соединены вместе. У мужчин сверху правая ладонь, у женщин левая и расположены в области нижнего донтьяня. Глаза закрыты. Выполните несколько дыхательных циклов, чтобы расслабить тело и успокоить сознание. Затем мысленно вообразите, будто вы сидите на большом гладком камне. Перед вами расстилается голубое озеро. По небу плавно плывут облака. В воздухе ощущается нежный запах цветов. А сверху, прямо на вас, струится водопад. Вода стекает по вашей голове, лицу и по всему телу. Почувствуйте свежесть и прохладу воды. Представьте, что вместе с потоками воды, стекающими с вашего тела, вы освобождаетесь от накопившейся усталости, от печали, гнева, проблем и тревог. Ваше тело и сознание расслабляются, и вы ощущаете такую легкость и свободу, что легко можете взлететь и парить, как птица в небе. Теперь, когда вы полностью расслабились, переходите к выполнению упражнений. Мысленно представьте себя в таком месте, в котором вам всегда хотелось оказаться. Выберите себе мишеню. Это может быть бескрайнее синее небо, пагода причудливой формы, бамбуковая роща или высокая гора. Теперь вообразите, что бросаете мяч. Вместе с мячом вы также посылаете в полет ваше тело и мысли, которые возвращаются с мячом после того, как достигли цели. Бросайте и возвращайтесь. Напрягайтесь и расслабляйтесь. Раз за разом, продолжая бросать мяч и возвращать, вы обнаружите, что тело стало более расслабленным. Сознание спокойно, оживительные отцы и кровь беспрепятственно движутся по всему телу, омывая жизненно важные органы. Закончив первое упражнение, выполните несколько дыхательных циклов и настроитесь на второе. Мысленно представьте, что руками обхватываете высокую гору или огромную башню. Вообразите, что ваше тело внезапно становится все больше и больше до тех пор, пока не будете способны держать в руках гору или башню. Обхватывайте и отпускайте. Напрягайтесь и расслабляйтесь. Повторите упражнение несколько раз. Затем расслабьтесь, выполните несколько дыхательных циклов и плавно настройтесь на третье упражнение. Представьте, что к центральной точке, на вершине вашей макушки, привязана золотая нить, уходящая высоко в небо. Вообразите, что небо притягивает и отпускает от него, а соответственно и ваше тело. И вы то воспаряетесь влысь, то опускаетесь на землю, что одновременно с телом поднимаются и опускаются все внутренние органы. Не забывайте, что движение вверх начинается с центра вашей макушки. Повторите упражнение столько раз, сколько ваше сознание сможет удерживать данную картинку. Затем расслабьтесь и выполните несколько дыхательных циклов. Если после завершения выполнения трех упражнений вы ощущаете себя расслаблено и комфортно, значит вы все делали правильно. Практикуйте эти упражнения каждый день в течение трех-шести месяцев. Затем переходите на второй уровень, более сложный. Второй уровень состоит из двух упражнений. Представьте, что между вашими бедрами, коленями и стопами зажаты три мяча. Вообразите, что далеко впереди располагается некая цель. Вы снова можете выбрать любой объект, по которому необходимо наносить удар. Представьте, что от цели к вашим ногам протянута тонкая резинка, которая тянет и отпускает их. Подтяните цель к себе и ударьте ее ногами. Сначала стопами, затем коленями. Потом отпустите цель. Сравните упражнение с детской игрой в мячик, соединенной резинкой. Управляя резинкой, ребенок то подтягивает мячик к себе, то отпустит. Выполните упражнение несколько раз и расслабьтесь. Затем сделайте несколько дыхательных циклов и плавно настроитесь на второе упражнение. Представьте, что вы сидите, но без опоры под собой. Вы словно поите между небом и землей. Можно остаться на месте и изучать окрестности. Можно подняться ввысь, чтобы обзор был пошире. А можно просто отправиться в полет. В любой уголок земного шара. В космос, чтобы оценить, насколько безграничны просторы Вселенной. Осуществите любые свои фантазии. Выполняйте упражнение столько, сколько ваше сознание сможет удерживать картинку. Затем расслабьтесь и сделайте несколько дыхательных циклов. После выполнения представленных упражнений, неважно на каком вы уровне, начальном или продвинутом, не рекомендуем сразу же вставать и заниматься повседневными делами. Примите любое комфортное для вас положение и посидите в тишине и покое 3-5 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова